Всем привет! Меня зовут Тори, и сегодня мы поговорим, что же не так со школами. С формой, с образованием, с учителями и вообще со всем, что касается школы. Да, это очередное видео, где я что-то обсираю, и, видимо, рубрика «Что не так?» еще не раз появится на этом канале. И да, я почернела еще больше, а вас попрошу не забыть поставить лайк, подписаться, вам не сложно, а мне это очень важно и помогает продвижению канала. Ну и мы начинаем! Заранее хочу сказать, что я не против школ как явления, я не считаю, что все должны учиться на семейном обучении, и сама я сменила три школы. До девятого класса я училась в очень классной гимнасии, поэтому знаю, что хорошие школы бывают. А оставшиеся две были, ну, мрак, просто мрак. Поэтому, ребят, мне есть чем сравнить, и речь пойдет про среднестатистический, самый обыкновенный МБУ СОЖ. Итак, первая претензия – отсутствие свободы. Свободы в одежде. Свободы в мышлении и выборе. Свободы даже в передвижении. Все же мы помним вот это... Извините, можно выйти? Нет. У тебя что, недержание? Если недержание, неси справку. Черт. Это базовая потребность. И пофиг, что ребенку нужно выйти срочно, мало ли какие ситуации бывают. Сколько было случаев, когда из-за таких учителей ребенок ходил под себя, а потом его оставшиеся годы травили. Что касается свободы в одежде, окей, я сейчас буду жестко бомбить. В большинстве школ есть школьная форма или подобие этого, может быть, какой-нибудь дресс-код. Я считаю, что это просто полнейшая херня, которой быть не должно. Но и давайте, давайте просто прочитаем причину, по которой у нас до сих пор существует школьная форма. Уравнять учеников, чтобы не было повода для зависти. Преимущество школьной формы, она обеспечивает некое социальное равенство. Если без дресс-кода ребята могут выпендриваться яркой одеждой и брендовыми вещами, то с формой все равны. И это бред полнейший. У детей есть телефоны, разные по цене и статусу, обувь разная. Даже белую блузку один может купить за 200 рублей на рынке, а другой за 200 тысяч в ЦУМе. Или сколько там, я не знаю, не была в ЦУМе, к сожалению. А еще сюрприз-сюрприз, но дети между собой общаются. И достаточно быстро узнают, что Машенька отдыхала на Мальдивах, а Дашенька у бабушки в огороде. Кстати, вставлю немножечко своего опыта. Чувство неравенства зависит вообще не от шмоток, оно зависит от окружения в школе, от общества, которое в школе находится. Просто, например, в моей первой школе мог рядом учиться и супер богатый человек, и супер небогатый человек. И разница вообще не ощущалась, я вам скажу больше. Я долгое-долгое время даже не знала, что училась супер богатыми детьми. Просто это не обсуждалось. Если кто-то и знал, всем как-то было все равно. На бедных тоже. Не было такого, что вот у меня там шестиэтажный дом есть, а ты живешь в лачуге. Такого не было просто. Однако, в двух моих последующих школах большинство детей имели примерно одинаковый достаток, но при всем при этом неравенство ощущалось даже из-за мелочей. И всем было не насрать друг на друга почему-то. Окей, читаем вторую причину. Форма дисциплинирует. Один из аргументов, зачем нужна школьная форма, считается, что она внушает ребенку чувство дисциплины. Пример приводит в взрослую жизнь. Большинство профессий подразумевают четкие правила в одежде, будь то работа в офисе, полицейском участке или пожарной станции. И это тоже полная херня. Дисциплина в голове. И если тебя отвлекает розовая футболка твоей соседки по парте, проблема не в футболке. Сосредоточиться на материале может мешать одежде только в том случае, если она неудобная. А к слову, очень многое школьная форма неудобная. Ясно, что должны быть какие-то рамки приличия, то есть там не в купальнике в школу приходить, не в перьях. Но ограничивать детей по цвету и фасону одежды я не вижу смысла. Более того, как по мне, намного проще сконцентрироваться на учебе, когда ты одет удобно и так, как тебе нравится. Кстати, у меня в школе была очень стрёмная ситуация, касающаяся формы. Это было в седьмом классе, и моя подруга пришла в майке. То есть вот тут всё закрыто, тут всё закрыто, плотная ткань, просто нет рукавов вообще, плечи не покрыты. И вот к ней подходит учительница, отводит её в уголочек и говорит, у тебя есть кофточка какая-нибудь накинуть? Она говорит, нет, зачем, мне не жарко. Ей учительница отвечает, ну, понимаешь, ты одета не по форме. Моя подружка говорит, всё по форме, я читала устав гимназии, там ничего про плечи не сказано. И знаете, что ей учительница говорит? Ты понимаешь, у мальчиков сейчас пубертатный период. Они вот смотрят на твои плечи, и их это так взбудораживает, они на них очень сильно отвлекаются. Они не могут учиться, ты их своими плечами прям провоцируешь. Начнём с того, что всем мальчикам было насрать на её плечи. Я не знаю, может быть, учительница была не насрать на её плечи, но я как бы об этом задумываться не хочу. Серьёзно? Серьёзно? А ещё что сделать, чтобы бедных мальчиков не провоцировать на цепь? Может быть, посадить их? Не знаю. Окей, что касается того, что на работе очень многих дресс-код, во-первых, не у всех. Во-вторых, окей, да. Ну так дайте детям насладиться свободой, пока она у них есть. Дайте подросткам одеваться как фрики, пока они могут себе это позволить. Алло! Не нужно думать, что надеть. Другой довод, зачем нужна школьная форма, сокращает время на утренние сборы. И не отвлекает на раздумья вроде «Что круче, фиолетовая толстовка или футболка с логотипом?». Ребёнок всегда знает, какую одежду погладить на завтра и не выпрашивает новые вещи, чтобы красоваться перед одноклассниками. Начнём с конца «выпрашивает», если ходит хоть куда-то, кроме школы, или если на весь класс не шьётся в ателье одна одинаковая форма. А, например, просто дресс-код по типу «тёмный низ» и «светлый верх». Соответственно, тогда ребёнок всё равно думает, что ему надеть, блузку с длинными рукавами или с короткими. И, соответственно, он всё равно будет выпрашивать вещи. А мне ещё приходилось думать, как бы так готично одеться, чтобы, если учитель докопается, я бы могла ткнуть в уста в гимназии и сказать, что по критериям я ничего не нарушаю. Вот так. Чувство единства. В престижных школах Великобритании... Ну, мы не в престижных школах Великобритании. Школьная форма нужна, чтобы подчеркнуть принадлежность к определённому учебному заведению. Так ребята отличают своих от чужих. Между школами и даже университетами. Испокон веков идёт борьба и противостояние за элитность. И форма демонстрирует, из какого ты лагеря. Полная херня. А разве это не разжигает неравенство между учениками за пределами школы? Окей, то есть вы сперва говорите, что форма нужна, чтобы уравнять всех, а теперь вы говорите о какой-то борьбе за элитность? Серьёзно? А если после школы рядом по одной дороге будет идти ребёнок из элитной школы и ребёнок из плохой школы, то что? Я, кстати, была и там, и там. Возможно, расскажу о разнице в своём телеграмме. Намёк вы поняли. Это вообще ненормально. Давайте уж детей тогда сразу на социальные классы поделим. Чё мелочиться? Окей, какие ещё есть минусы у школьной формы, по моему мнению? Загоняет в рамки. Отсутствие самовыражения. Пока челик взрослеет, он учится понимать, что ему нравится, что ему не нравится, какого стиля он хочет придерживаться. А иногда ему просто жизненно необходимо скопировать стиль любимого героя из фильма. Или он будет себя морально комфортно чувствовать, придерживаясь какой-нибудь эстетики. Да, не каждый может себе это позволить. Ну так а зачем ограничивать тех, кто может себе это позволить, из-за тех, кто не может себе это позволить? У меня, например, тоже денег на самовыражение не было. И все мои готические вещи я либо покупала в секонд-хенде, либо делала их сама. Но, ребят, как же я была счастлива, когда приходила в школу в новом прикольном образе, который сама составила. Я себя чувствовала невероятно просто на седьмом небе от счастья. И я до сих пор счастлива, что у меня был такой опыт. А ещё наличие школьной формы просто даёт простор для придирок со стороны администрации. Блузка не так, пиджак не тот, юбка слишком короткая, слишком длинная. «Блин, а вы же вроде бы форму изобретали для того, чтобы думать об учёбе, а не о форме». А в итоге получается так, что о ней думать и приходится. Плюс это детям неудобно, и плюс это детям не нравится. Всё, переходим к следующим проблемам в школе. Отсутствие свободы в выборе и в мышлении. Тебя просят высказать своё мнение о произведении в сочинении? Угу, круто. Только если оно будет неправильным, это двойка. Ровные ряды парт, где сидят по два человека, которые не имеют права сменить своего соседа, пересесть поближе или подальше, встать или выйти, да даже по-другому поставить парты. В конце концов, взять пуфик, сидеть на пуфике и писать на коленке? Нет, нельзя. Школа воспитывает послушных, покорных рабочих, а не творцов, первооткрывателей, личностей. Окей, я согласна, с одной стороны, дисциплина должна быть, иначе начнётся хаос, одни начнут мешать другим, а виноват останется учитель. Но с другой, система беспрекословного повиновения и подчинения постраивает людей просто под один стандарт. Ты отстаёшь от программы? Нанимай титры, либо не ной. Мы ради отстающих не задержимся на этой теме, но и ради успевающих не дадим больше информации. Минус традиционной школы, она слишком массово, чтобы принимать во внимание индивидуальность каждого ребёнка. Одинаковые требования предъявлены абсолютно ко всем. И к тем, кто силён в науке, и к тем, кто силён в спорте, и тем, кого ждёт великое будущее в писательстве. С одной стороны, это неплохо. С другой стороны, мы получаем такой усреднённый вариант, рассчитанный на среднячков-троечников. У тебя нет права выбрать, чему ты хочешь учиться больше, чему меньше, в каком темпе ты хочешь учиться быстрее или медленнее. Следующий минус. Школа занимает слишком много времени, причём неоправданно много, и большая часть из него уходит в пустую. Ребёнок не может сказать там, окей, я сегодня устал, сегодня я проучусь в 3 часа, зато уж завтра я проучусь в 6 часов. Нет. Уроки стабильно занимают от 4 до 9 часов, в зависимости от класса, и ещё несколько часов дома на домашние задания. Давайте ещё прибавим время на дорогу. А если у ребёнка, дай бог, есть какая-нибудь секция или не одна? А если он вдруг вздумает спать ночью? А когда жить, извините, а когда дышать? Школа воспитывает покорности и не ценит инициативу. Нужно отсчитать 4 клеточки вниз, 3 клеточки слева перед тем, как начать писать. Бесполезные действия, которые делают из детей роботов без свободы на творчество. При правильном решении, но неправильном оформлении или неправильной формулировке мысли это будет считаться ошибкой. Норма одна на всех. И решение задачи другим непривычным способом, но с правильным результатом, будет считаться ошибкой. А учителя в большинстве своём не признают ошибок. Потому что по их стереотипной логике, тот, кто младше, априори не может быть умнее. Тот же вопрос и к иерархии. Права как учеников, так и учителей под большим вопросом. В некоторых школах учитель это бог, это власть, ты должен перед ним присмыкаться, даже если он тебя унижает, даже если злоупотребляет своей властью. Молчи и терпи. И чему это научит ребёнка? Страху отстаивать свои границы или такому же поведению в будущем? В то время как в других школах, наоборот, страдают учителя, которые вынуждены терпеть гадости от учеников и слова им сказать не могут. Иначе их заклюют родители, с позором уволят из школы, и это тоже нарушение прав человека. Я такое осуждаю, я такое не поддерживаю, считаю, что должно быть взаимное уважение. Но так, к сожалению, не везде. Традиционная школа не современна. Массовое образование медленно подстраивается под современный мир. Частные лицеи в больших городах это всё исключение. Мы говорим про среднестатистическую МБУ СОЖ. Образовательные программы, педагогические методики почти не отличаются от тех, что были 10, 20, 30 лет назад. Могу даже сюда добавить историю о том, как нас готовили к ОГЭ. Я училась в химико-биологическом классе, и я сдавала биологию. И на подготовке была такая проблема, что в ОГЭ просто устаревшие задания, там устаревшие ответы. То есть, например, нужно указать вкусовые зоны языка, какая зона отвечает за сладкое, какая за солёное. А так это давным-давно опровергли, давным-давно уже доказано, что никаких зон нет. И поэтому учителю нас приходилось учить одновременно и правильной информации, что этих зон нет, и одновременно неправильной информации, которую нужно будет указать на ОГЭ. А в большинстве школ дают сразу неправильную информацию. Помимо этого, школа учит запоминать и зазубривать информацию, а не понимать её, уметь её использовать и вообще знать, для чего она тебе нужна. Во многих школах существует буллинг и деление на социальные классы, и, к сожалению, с ним не борются. Учителя в большинстве случаев буллинг либо игнорируют, либо наоборот его разжигают, пуская какие-нибудь колкости в сторону ученика при всём классе, демонстрируя разные отношения к разным ученикам. То есть, это занижение оценок, одному позволять больше, чем другому, предвзятые отношения. Окей, да, учителя это тоже люди и имеют право на разное отношение к людям, но работа есть работа. В принципе, детей это тоже касается, потому что буллинг в сторону учителя тоже частое явление. Я это осуждаю, это не норма, это вообще дикость, и так быть не должно. Если ты забыл подписаться и поставить лайк, напоминаю, сделай это, пожалуйста. А также делитесь в комментариях своим мнением о школах, своим опытом. Ну и всем пока!